Евгения Бирченко, Киев Гулы мерзнут, высоко в облаках догорают чайки, мир расписан по полочкам. Сверху джины, снизу гномы, вы средний обсели ярус. Здесь давно разучились гадать по грину и встречать на рассвете зеленый парус. Но зато обучились водить Роллс-Ройсы и лавировать жестко в пределах линий. Вы творцу предложили мирроустройство, как попсовый ремейк старику в Феллине. У меня горемыки, судьба другая. И за эту судьбу я себя караю, ведь моя ватерлиния пролегает между первым седьмым и девятым раем. По утрам ко мне ходит, а соль босая, но когда я ее отпускаю руку, у меня эта черточка провисает между первым седьмым и девятым кругом. Как у бедных студентов, конец семестра, мир сорвется, а с ним и его затейки. И на страшном суде я спрошу, маэстро, мне зачтется, что я не смотрю ремейки. Следующий текст называется «Моцарт и Салье». Я сейчас его читаю Юрию Каженовскому. Забелено в окно в портьере, чтоб звезды не глазели монстрами, садится за шедевр в Сальере. Но музыка приходит к Моцарту. Сальерий зол и безысходен, он гроет с надобья заморские. Но так уж в мире происходит, что лирика приходит к Моцарту. Жена с любовником на Крите, а впрочем, ну, ее безмозглую. Он сноб, эстет, педант и критик, но женщины приходят к Моцарту. Он пишет «Ваш кумир капризен, не устроя нет, одни эмоции, вы зомби, вас берут харизмой». Но публика приходит к Моцарту. Он уничтожит скандалиста, а заодно и страсть, и молодость. Окно разбито, звезды близко, но Боженька приходит к Моцарту. Пора с пара удастра, через стенник звезды, Маша Луценко. Мой дар, как смертельный вирус, сжигает меня в бреду. А кто-то вопит, лавируй, но я на пролом иду. А кто-то пищит, примашься, кто-то пыхтит, схитри. Сияют пыли бумажной созвездия хипари. Иду к ним до луалабы, парейцам травы босой, Как ваши дурюхи бабы, к соседке за колбасой. В кармане бутылка хлеба, за пазухой грязь и честь. И небо, чудо и небо, и предков на нем нечесть. Их души горят сквозь дыры, как свечи в чужом саду. И молча кричат, лавируй. Но я на пролом иду. Последний детский, он называется «Чужая зима». Зима, как паломники в каши рисовой, И снега таращится на востройки. А наша химичка, не на львайсовой, Сегодня не в духе, и в стае в дойке. Вот класс она входит, свереба пырская, Вот мел проверяется улыбкой монстра. И мы наклоняемся над пробирками, В кулак зажимая остатки мозга. Отличницы парятся клуши-клушами, Потеют ладошки, дрожат коленки, А мне фиолетово. Я подсунюшу в учительской комнате возле стенки, Откнувшись в подруге, в шакетик плисовый, Нинель причитала у самой двери. Я знаю, что в мушу Нинель Борисовны, Известный художник, и ей не верен, Что дышит в эстетике сюрпе и заживон, Что год уже спит с поэтессой с супкой, Что скоро ее похоронят заживо, Под газовой плиткой, с кастрюлькой супа. Потом, выходя отвечать задачкой, Безвыходной ауре общей комы, Я крикнул, чернильной тоской испачканной, Решали бы лучше проблемы дома. Девчонка прищетнула ногтем лакомым, Проснулся, придурок, в последние парты, Нинель покачилась и вдруг заплакала, Забыла о приличиях и стандартах. Шли годы, как пошли сюжет блокбастера, По жизни скакали козлы и козы, Художник тот спился, А муза мастеров скончалась в притоне От передоза, но зимы Красиво у нас немыслимо, И так же морозы крепки и стойки, Всегда, как в юго, Нинель Борисовна считает снежинки И ставит стойки. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ